Здарова всем, с вами я, Вовчик. Было бы неплохо, если бы все, кто не подписан, подписались на мой канал и нажали колокольчик. Мне кажется, под этим выпуском мы вряд ли соберем 30 тысяч лайков, но будет круто, если соберем. Стартуем! Иван Гай неожиданно появился на своем канале. Марьяна Ро показала свой новый трек. Оля Бузова купила квартиру за 120 миллионов. Марисен посетила YouTube Black. А также реакция Дани Кашина и Руслана Тушенцова на критику Соболева. Итак, Марисен улетела в США, чтобы посетить весьма необычную вечеринку. Мероприятие называется YouTube Black. И как вы уже поняли, там собрались популярные темнокожие ютуберы. Я сижу со своими друзьями, душа. Мария, кстати, даже попала в книгу YouTube Black. И тут есть я. Для меня это очень ценно, потому что я именно в этой книге. YouTube меня любит. Теперь фанаты бэткомедии Ана смогут смотреть фильмы по его рекомендациям. Кинокритик подписал контракт с популярным онлайн кинотеатром. У них уже появилась вкладка с фильмами, которые Женя советует к просмотру. А вам важно это при выборе кино? Смотрели какую-то из этих картин? Марьяна Ро показала свой новый трек. Песня немного в народном стиле и очень сильно отличается от ее прошлого репертуара. Вы вообще как? Ждете релиза? Оля Бузова подтвердила слухи о покупке собственного жилья в Москве. Она стала хозяйкой квартиры в Новострое за 120 миллионов рублей. До этого Оля все время снимала квартиры. Очень многие хейтеры угорали, что, мол, пашет, пашет Олечка, а на хату так и не заработала. Теперь же хейтеры пишут следующее. Откуда у этой бездарности столько бабосов? Или же ты заработала за счет нас, неблагодарная? Что бы ни сделала Бузова, ее всегда будут осуждать. Ну, в принципе, как и всех людей на этой земле, всегда будут негодующие. Абсолютно всегда. Поэтому делайте, что хотите. Как вы относитесь к Коле, кстати? В свежем выпуске Коля Соболев обсудил недавний зашквар Любарской. По словам Коли, девушку просто неправильно поняли. Даже дураку понятно, что в экстренной ситуации нет никаких правил и действовать нужно просто по обстоятельствам. Также дураку понятно, что, скорее всего, Любарская именно это и имела в виду. Также он затронул высказывания некоторых блогеров в сторону Леры. Он считает, что Руслан Тушенцов перегнул палку и слишком резко высказался. Как жаль, что инсульт задавил твою мать, пишет блогер Крэзи Мегахуй. Это еще хуже, чем просто сказать херню. А вот мнение ДК он считает полной чепухой. Если бы вы ехали по левому ряду, то вы бы увидели эту собаку и сразу же затормозили. Боже, какая хуйня. Да что ты говоришь, товарищ Кашин? Достоверно неизвестно, настоящие ли это твиты Руслана, так как на данный момент их нет. Ну, а ДК уже отреагировал в своем телеграме. Вам либо нужно выстрелить себе в голову, либо выстрелить в животное. Вы вряд ли будете долго принимать решение. Это ситуация, в которой, ну, ты ничего сделать не можешь. Ситуация на дороге эта другая. Ты можешь создать себе все условия для того, чтобы затормозить. Ну, а полную реакцию Кашина я залил в свой инстаграм. По ссылке в описании переходи, подписывайся и смотри. А вы с кем из парней согласны? Иван Гай неожиданно для всех объявился на своем канале. Он впервые оставил сообщение во вкладке сообщества. Ваня порекомендовал подписчикам новый ролик своей сестры Сони. Фаны рады любому проявлению активности в его соцсетях. Но все же неустанно продолжают спрашивать, когда же обещанный влог. О планах на будущее я расскажу во влоге более детально, который я выпущу после небольшого переезда. Но да, влоги будут. Пишите свои догадки, зачем вдруг Иван Гай решил пропиарить видео своей сестры. Даже когда он был активен на ютубе, он никогда этого не делал. Да и сестры не раз говорили, что хотят сами развиваться. Как думаете, с чем связан такой поступок? Далеко не все, кто посмотрел это видео, подписаны на мой канал. Поэтому, братишка или сестренка, подписывайся, жми колокольчик и будешь в курсе самых крутейших новостей. Предыдущее видео, конечно же, нужно посмотреть всем. Потому что, если ты его вдруг не видел, ты пропустил очень крутейшие новости. Ставим лайки, про дизлайки не забываем. Пока!